Процесс интеграции и формирования Евразийского экономического союза проходил все эти годы очень успешно. Мы достаточно быстро, всего за три года прошли создание таможенного союза. Это, безусловно, определяется политической волей глав государств, которые поставили четкие цели и задачи. И эти цели легли на готовую экономическую почву, потому что длительное время, практически всю историю наших взаимоотношений, наши государства развивались как единое целое. Развивались как единый народно-хозяйственный комплекс при Советском Союзе. И огромное количество кооперационных связей, еще сохраняющихся, является основой этой экономической интеграции. Снятие таможенных барьеров сразу же себя очень позитивно проявило. Взаимная торговля выросла за один год почти на 40%. И очень важно не останавливаться. Поэтому вслед за таможенным союзом были приняты решения по формированию единого экономического пространства. Эта работа по многим направлениям уже завершена. Что, собственно говоря, и предопределяет следующий шаг углубления интеграции, создания Евразийского экономического союза с уже устоявшейся системой управления, с отработанной технологией принятия общих решений. И я уверен, что интеграция дальше будет углубляться и расширяться. Вы знаете, что новое государство присоединяется, Армения и Киргизия. Расширяется зона свободной торговли у нашего таможенного союза. И нет никаких сомнений, что эта интеграция способствует повышению конкурентоспособности наших стран, способствует увеличению нашей мощи экономической и наших возможностей. Расскажите, каким вы видите развитие МСБ трех стран, в частности, какие-то единые проекты? МСБ? Массредний бизнес. Потому что сейчас глава государства нашей страны непосредственно дает... Ну, вы знаете, вопросы интеграции – это вопросы формирования общего рынка. И в наших планах, которые определены главами государств, процесс интеграции жестко ограничен всем, что необходимо для функционирования общего рынка. При этом сохраняется у каждой страны свое обширное регулирование. Мы не затрагиваем налогобюджетное регулирование, например, долговое регулирование, институты развития. Банковский сектор объединяется только в смысле функционирования единого финансового рынка. Но создавать специальные институты для поддержки малого и среднего бизнеса, для проведения каких-то структурных преобразований, каждое государство решает само, как оно это будет делать. У нас нет планов создания какой-то общей инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, хотя все этим занимаются.